В том числе и об этом. Здравствуйте, рада вас видеть. Взаимно, Вадим. Добрый день. Ну вот сегодня, когда мир так лихорадит, вчера удар ракеты Хизбаллы по детям на футбольном поле, когда идет и продолжается война, Олимпиада остается важным мероприятием? Или все-таки вот эта вся турбулентность, она как-то снижает, снижает вот все-таки образ этого, ну, такого важного спортивного действия? Да нет, ну, Вадим, вы же понимаете, что это не турбулентность, это кровавая катастрофа, которая разворачивается первый раз после окончания Второй мировой войны. Это турбулентность, слишком вялое слово, и поэтому, что она там на что-то влияет, она влияет на все. Она влияет на будущее, на ваше, на мое, на любое остальное, на будущее, кого угодно живущее, и в мире тоже. Она влияет на технологии, она влияет на отношения стран, она влияет на все. И в этом смысле, конечно, Олимпиада тоже, так сказать, затронута этой катастрофой. Но это же совершенно естественная вещь, которую мы быть не можем. Открытие, церемония открытия, то, как ее сделали французы, это историческое. В том смысле, что они отошли от принятых стандартов. Как вы оцениваете вот такой посыл? Я работал на 13 Олимпийских играх, и я пытался там как раз вчера или позавчера вспомнить, сколько раз я вел репортажи в прямом эфире об открытиях и закрытиях, по-моему, 9 раз. Может быть, 8 или 9 раз. И каждый раз любая страна, которая это проводит, она, во-первых, всегда говорит, что мы сделаем открытие, которого нет. Это, естественно, потому что это одно из главных шоу-событий четырехлетия всегда. Это первое. Но французы, которые отмечали не просто Олимпиаду, а это столетие с момента предыдущих Олимпийских игр, которые были во Франции, летние, зимние были несколько раз. Три, по-моему. А зимние — это первое. Для них ровно 100 лет назад. И получилось так, что крупнейшие страны Европы, ну, понятно, конкурирующие с Францией за европейское лидерство, это Германия, в данном случае Объединенная Германия и Англия проводили Олимпийские игры, а французов с 1924 года, значит, больше не было, естественно. И в этом смысле все говорят примерно одинаково. Для французов это тоже было очень важно. Ну, понимаете, французы, они же очень игриво-творческие ребята, значит, поэтому те, кто не любят французов, называют их или распущенными, или какие-то фривольными, или какими угодно еще. А все-таки Франция — это родина мирового искусства в большом числе случаев. И от французов можно было ждать всякого разного, и, собственно, они в этом смысле не подвели. Мне кажется, самое точное определение журналистов, которые об этом писали и говорили, дал российский журналист Юрий Сафромов, который написал, что это церемония, в которой было многовато воды. Это написано очень точно и очень с хорошим юмором. Потому что действительно полил дождь вопреки всем прогнозам. Точнее говоря, вопреки прогнозам руководителя оргкомитета и мэра Пари. Потому что как раз синоптики говорили, что опасность дождя есть. Говорят, ну ничего, прорвемся, это чисто по-французски. Во-вторых, она действительно была долго затянутая, и вопреки действительно была вода в виде реки Сена, которая стала отдельной темой, потому что всё это загрязнённость воды. Сейчас же там отменили тренировки на сене, потому что опять анализы показали слишком высокую концентрацию кишечной палочки и чего-то ещё. А триатлонистам и ловцам на открытой воде нужно плавать в речке. Поэтому там своих геморроев будет достаточно в ближайшие дни. Плюс беспрецедентный уровень проблем террористических и проблем с безопасностью и напряжением. Но в целом это, конечно, было не похоже ни на что. И мы сказали о репетициях. Я не знаю деталей и подробностей, как репетировали французы. Полностью без репетиций такие вещи не бывают, потому что это невозможно. Это слишком большая концентрация, слишком много всего нужно совмещать. Особенно сейчас, когда гигантское количество всяких телекамер. Всё это нужно держать вместе. Это же показ. И там было видно, как телевизионщик, было видно, где проваливается показ, потому что не хватало крупного плана или что-то затянутое было. Действительно. Но всё равно репетиций много. И есть так называемый «фулл-дресс-рехерсал», то есть полнокостюмные репетиции, когда необходимо посмотреть, как будет выглядеть условная Жанна Дарк на стальном коне, которая скачет по воде. Акипосовку, как это будет работать. Они это репетировали много раз. Чего никогда не репетируют, это последний момент, то, что держится в секрете, это момент зажигания олимпийского огня. Как это будет происходить? Вот это никто не сдаёт. Потому что в том числе украдут, к чёртовой матери, значит, тайна пропадёт, пираты запиратят, рейтинги упадут и всё такое прочее. Это особый «пау», которая «паааа» взорвёт весь мир. И я, конечно, уже сидел там, не собирался смотреть вроде бы, а потом просмотрел всё открытие. И там было долго, там эти спортсмены ехали на катере, непонятно, куда они едут, там по ночной сети, ничего не видно. А потом, когда они подняли этот шар, ну, это, конечно, это, конечно, остается в истории. Это придумать, реализовать такое, это, вау, они молодцы. Много вопросов приходит от наших зрителей про нераскрывшееся кольцо. Это такая ответка Константину Эрнсту, потому что в Сочи тоже кольцо не раскрылось. А здесь-то что? Здесь какое кольцо? Здесь перевернули флаг случайно. Нераскрытое кольцо, я здесь не понимаю, какое тут. Нераскрытое кольцо, я здесь не видел. Какое именно, Илья? Да, вот. Денис присоединяется. Ты видел кольцо нераскрывшееся? Да. У них кольцо не раскрылось, а потом раскрылось. Оно не раскрывалось, оно зажигалось. Они зажигали его. Выключили, снова включили. Что-то я зеванул это дело. Да. Я это дело зеванул, честно говоря. Может быть и так, ну, ответка я. Может, это была шутка такая. Я не видел, поэтому я сказать не могу. История с Незапринцем, тем, что, в Сочи, была при мне. Но что самое интересное, я лично, вот именно я, персонально, я этого момента не увидел, потому что я вел репортаж, а когда ты ведешь репортаж, впрямую же, то ты должен смотреть, в первую очередь, не на стадион, а на то, что видят зрители, то есть на мониторы. На стадион мониторы, стадион мониторы, стадион мониторы. Эта история много раз рассказывала. И стояли два монитора. В одном была так называемая международная картинка, которая шла на мир, а во втором была российская картинка, в которую подмешивали российские специальные кадры. Например, много раз показывали Путина, там, Медведева, Матриенко, хлопающие девочки в кокошниках, и все такое батуты. И когда не зажглось кольцо в Сочи, в этот момент гениальные ребята, которые в автобусе ПТС телевизионном управляли трансляцией, Стас Шапырин и... Так, у нас зависла связь. Сейчас попробуем ее восстановить. Я напомню, что можно поставить лайк, можно подписаться на нас в Телеграме, можно поддержать канал донатом. Делать это можно по ссылкам, которые есть в описании, PayPal и Patreon. Так что сейчас попробуем, нужно ли еще раз зум перекинуть, Кириллу Набытову. Я сейчас спрашиваю нашего режиссера. Представь себе на Олимпийских играх, когда у нас сейчас одно соединение, а там, я не знаю, 1200 в моменте различных камер, которые нужно менять. И все нужно предусмотреть. И в этот момент шоу не должно останавливаться. Шоу Матгоун, как говорится. И мы сегодня с Денисом как раз обсуждали эту ситуацию. А если что-то идет не так? А если какие-то дублирующие системы? Вот как выкручиваться? Кирилл Набытов снова с нами. Мы как раз в этом контексте обсудили. А как они решают проблему, если что-то вдруг срывается? Ну, нужно же, чтобы все продолжалось. Специально веке слетел сигнал. Короче говоря, возвращаясь к Сочи, чтобы закончить. Стас и Рома тогда, они гениально поступили. Стас сказал, есть на резерве стоит мгновенная реакция тревога. Видеодапись репетиции. Они перешли на репетицию, где загорается кольцо. А я в тот момент смотрел в мониторе, я даже не увидел момента, когда оно не зажлось на стадионе, потому что мне надо было комментировать картину. Оно потом много смеялись, куда ты смотришь там, шляпа. Поэтому такие вещи в таких шоу неизбежны, потому что это слишком много и слишком сложно всего. Всего предусмотреть нельзя. Парень, который, там, бог Дионис, если вы видели, в шоу такой серый появлялся и пел, он уронил микрофон и продолжал открывать его под плюс. Ну, кто мог предположить, что он уронит микрофон? Ну, уронил микрофон. Ну, флаг, а не кверх ногами. К этому надо всему относиться как к нормальной жизни, в которой не бывает всё гладко. А пресса, ну, российская пресса это радостно использует. Говорят, что французы козлы. Естественно, и что они там, кто там, ЛКБТ-шники все и всё такое прочее. А кто-то относится с юмором. А Россия, вот, если говорить о России, сейчас российское общество активно готовит к тому, да зачем вам эта Олимпиада? Да, Песков тут выступил заявление, и слава богу, что вы вообще этого не видели, потому что смотреть на это нельзя. И вообще в России запрещено это смотреть, сказал Песков, потому что там есть нарушение российского законодательства там об ЛКБТ, например. Россия же всё-таки... Тем не менее, все смотрели. Абсолютно все, с кем я разговаривал, люди далёкие от спорта и близкие к спорту, они все так, где надо это посмотреть. Плак на Пескова с прибором. Но на ваш взгляд, всё-таки, вот эти попытки создать альтернативу, альтернативу Ютубу, альтернативу Олимпийским играм, что там были игры БРИКС, в которых в дисциплинах участвовали по одному спортсмену, и они, в общем, оказывались победителями. Хотя были даже какие-то дисциплины, где не было ни одного спортсмена, и поэтому сложно было выявить победителя. То есть эти попытки предпринимают, они сами верят в это? Как вы думаете, что у них получится что-то создать альтернативу? Они отрабатывают, это вообще политический тренд. Заказ, приказ, концепция. С холодными успешками профессионалов. Вы что, там все идиоты, что ли, сидят? Полно всяких спорта. Они что, не понимают, что это всё абсолютная чушь? Они что, не понимают, что со всем этим они, извините меня, бульгарное слово, обкакались? Игры БРИКС, перед этим были Игры Будущего, куда ещё сколько-то миллиардов рублей было засунуто, которые можно отдать, я не знаю, что, на развитие массовой инструктуры в школах, на строительство спорных площадок, на помощь старым спортсменам. Увидев, что происходит, они отменили соревнования Игры Дружбы, которые планировались как торпеда под Олимпийские игры. Париж, меня слышно? Да, да, слышно. Планировались как торпеда под Олимпийские игры в Париже. Это повтор советских практик 1920-х годов, 1920-х годов, сто лет назад, когда специально делали альтернативные Олимпийские игры, советские, поливая вот эти вот нормальные игры буржуазные, говоря, что это изобретение капиталистов и всё такое прочее, мы пригласим рабочих спортсменов из разных стран, проведём свою Олимпиаду, побьём все рекорды и так далее. Поливали-поливали буржуазные Олимпийские игры. Прошло несколько лет и побежали, сами побежали, просто побежали в Международное Олимпийское движение. Проситься, проситься, и туда их радостно приняли, я имею в виду Сталинский и Советский Союз. Радостно, потому что знали, что много хороших спортсменов пока не наступают, это интересно. Поэтому риторика меняется в зависимости от того, кто греет кресло в Кремле и шестёрок, которые вокруг него. Значит, как только сменяется тот, кто греет кресло, или тот, или у него в мозгу что-то меняется, что маловероятно, или его меняют насильно его друзья-товарищи, риторика начнёт меняться. Быстро или плавно, я не знаю, прогнозировать трудно, в зависимости от стонария. Но так или иначе, я вас уверяю, что я вас уверяю, что никуда Россия совсем из Олимпийских игр не пойдёт. Они теряют популярность, там они стали очень сложными, дорогими, там много моральных вопросов к ним, потому что это соревнования чистых профессионалов теперь, все забыли там прелюбительские лозунги, все это бла-бла-бла, это соревнования стран, технологии, допингер. Но всё равно это такая точка сбора человечества раз в четыре года. И никуда Россия от этого не денется, и посмотреть, что происходит с футболом. Когда российская пресса поливает Международную Федерацию футбола, Европейскую Федерацию футбола за то, что не пустили Россию участвовать в Европейском чемпионате по футболу, но при этом в исполкоме УЕФА находится российский представитель Дюка, и никуда из исполкома УЕФА не девается. А все шапки, которые орали, что необходимо послать на три буквы эту УЕФУ, проклятую Европу, и так далее, и перейти в Азиатскую Федерацию футбола, заткнулись по одному шелчку. Потому что если мы туда ушли, то российские зрители, мягко говоря, не поняли, почему ему нужно смотреть матчи с командами Пирмы, Мьянмы, Камбоджи, Лаоса и бла-бла-бла, чего-то еще такого типа. Все хотят смотреть футбол. И получился серьезный разрыв, как с отменой Ютуба. То же самое, торможение Ютуба в Синтан. В Кремле полно мерзавцев, но нет идиотов. Они все прекрасно понимают, что обратной стороной бумеранг может хлопнуть по ним. Получается, что Ютуб не заблокирует, на ваш взгляд, полностью? То есть ограничится... Пока нету признаков целенаправленных приказов о блокировании Ютуба. Значит, он будет замедляться таким способом, таким. Будут это все списывать на Гугла, который плохой, который не вкладывает в ремонт оборудования. Но сейчас, в данную секунду, никаких приказов не нет на замочить Ютуб. Никто не выскажет. Вы увидите. То есть получается, что вот это окружение, путинское окружение, они оставляют несожженными эти мосты, то есть с Олимпиадой, с УЕФА, с другими. То есть, да, они делают там какие-то странные игры, которые не находят результат. И где-то есть люди, которые поддерживают все-таки эту жизнь. Как всегда в любой компашке, как всегда в любой компашке есть радикалы, есть умеренные сентристы, и есть радикалы, ребята, которые делают карьеру именно, грубо говоря, на краях там ультралевого, ультрапавого, я условно говорю там во власти. А есть те, кто прячет ухмылку в карман, значит, почесывая часы за 50 тысяч долларов на руке, говорят, что, ну, да, иностранцы, мерзавцы, американцы, конечно, и так далее, значит, ну, мы тут будем свои линии проводить, но лишнего не говорим. Потому что все же прекрасно понимают, что мечта не вечна, и все может меняться, включая фамилию человека на трое. С этим может меняться и судьба. Поэтому, как в любой компании, в любой организации есть люди разные. Вот просто одни топят радикально за все хорошее. То есть за Путина, а другие менее радикальные. А что будет с российскими спортсменами? Часть, очень небольшая часть под нейтральным флагом допущена, но значительная часть российских спортсменов все-таки проходит мимо Олимпиада. Как мы понимаем, если ты не в процессе, ты достаточно быстро потеряешь собственно вот тот тур. Это не так. Это совсем не так. Практика показывает, что практика показывает, что есть очень разные случаи. Вот есть такая девушка, ее, по-моему, фамилия Сычева. Она относится к категории белорусских кариотитов или атлантов, скорее, как я их зову. Значит, это такая очень крупная крепкая девушка, которая занимается академической креплой. Она выросла в Минске, значит, по мужу у нее фамилия Пракатень, по-моему, белорусская или украинская. Короче говоря, она всплала в Белоруссии, когда, значит, там стало хреновато, она перешла в Россию, она уже не очень девушка, ей, по-моему, 30 лет, даже больше. Но она призер Олимпийских игр последних за Россию в одиночке, креплево-одиночке. А сейчас она оказалась в Узбекистане. Если бы она осталась в России, она была бы в заднице. И так же, как вся эта там сборная по академической креплой российской, пускай у нее было бы провали в России, но, тем не менее, она, как чемпионка или там призер Олимпийских игр и чемпион Европы имела пшанка на медаль в Париже. И будет их иметь, потому что она перешла в Узбекистан. Правда, смешно звучит, в Узбекистан, пески пустыни и академическая греба, которой нужна вода. Но все забыли, что в советские времена в Узбекистане, в Самарканде был построен дневной канал. Кстати говоря, куда я из моего родного Ленинграда тренеры ездил и работал. Ну, там сыр Дарья течет, там Ударья течет, вода, значит, нашла. И можно тренироваться. И там при необходимости условия сейчас можно делать. Вот она уехала, она сейчас будет поступать. И таких спортсменов уже несколько сот. Потому что люди просто поступают на службу в другую армию. Если хотите, выражаясь языком 18-го века, Ланскне, как Наполеон просился в русскую армию официально. Но его не взяли. И его не взяли. Потому что он сам, на самом деле, потом отказал. Спортсмену чего ему время терять? Ведь он же профессионал. Сегодня уже все понимают, что все спортсмены выступают за деньги. Потому что, к чёрту и матери, это любительство фальшивое никому не нужно. У него шанс социальных лифт на будущее себе обеспечить жизнь, имя туда-сюда и заработать. Это его работа. Чего будет сидеть и слушать? Есть возможность? Я поеду. Моя рубашка к телу ближе. Вот и всё. Поэтому очень многие поехали и будут выступать за Германию западную. Будет выступать девочка в художественной гимнастике. Я забыл её фамилию. Ростая русская фамилия, может быть, Парфоломеева. Я просто не слежу в гимнастике. Она окажется из Сибири, из Алтай. Она номер один в германской команде. У неё фамилия русская не меняла. Сейчас в условии отсутствия россиян она может иметь хорошие шансы. Ну вот, пожалуйста, самый яркий пример, если ещё минуту, это такая биопланистка российская, Кузьмина, Анастасия Кузьмина. Она сестра Шипулина, кажется. Она выступала в сборной команде России, но не была первым номером. Конкуренция высокая, она не попадала в первые номера, её там отодвигали во второй состав, в третий состав сборной. Короче говоря, ей не светило каких-то больших мировых побед. Очень жёсткая конкуренция, отборы. Она проигрывала. Она взяла и уехала в Словакию вместе с мужем. И там занималась. И от Словакии, где биопланисток, там полтора человека, она приехала на Олимпийские игры и завоевала золотую медаль. И все там наши были в шоке, как-то это случайность, да это про, да ну, это ерунда, это всё случайность. Ну хорошо, прошло 4 года, Кузьмина приезжает на следующие Олимпийские игры и опять выигрывает золотую медаль. Опять! А здесь она была в России, никому не нужна. Не то, чтобы на высшем, на топ уровне была не нужна. А оказалось, что для неё возможность тренироваться самостоятельно, без давления психологического, в нормальных условиях, без накачки, оказалось лучше. Она вышла на пик, отстрелила, потом её было не очень видно, потом через 4 года приехала, опять сострелила, две золотые медаль. Вот и всё. И такие случаи были, поэтому они не частые, но были. А сейчас спортсменов жалко, потому что их заставляют платить за ошибки и преступления властей. Властей! А художественная гимнастика? Ирина Винер, человек, которого называют чуть ли не смотрящим за всей художественной гимнастикой, сегодня позиции России не высоки в этом виде спорта? Позиции России в этом виде спорта по-прежнему исторически высоки, хотя Россия сама, в том числе устами и руками Ирины Винер, всё делает для того, чтобы они снижались. Но исторически художественная гимнастика, конечно, там. Художественная гимнастика и синхронное плавание, художественное плавание, это два вида спорта, которые гарантированы медали в кармане. И школа большая. Какой ценой эта школа делалась, какими нагрузками и какими ударами по судьбам разных девочек, это надо спрашивать их самих, если они захотят подсказывать. Но так или иначе, в общем, художественная гимнастика российская, да. А вот то, что Алина Кабаева проводит различные мероприятия, фестивали, спортивные и так далее, это больше показательная такая история или это имеет отношение к спорту? Как вы думаете? К спорту имеет отношение выступления на Олимпийских рынках в чемпионате мира. Вот это имеет отношение к спорту. Всё остальное это показательное. Соответственно, я понимаю, под тексты, под тексты, заложенные фамилией Кабаевой, не готовы это обсуждать, поскольку я её матримониальный статус не изучал специально, как бы все слухи мне понятны, Кабаеву может сегодня организовывать соревнования по метанию, я не знаю, по метанию бумеранга, по стрельбе из люка, по стрельбе из ридиски, из чего угодно, по полётам в космос. Кабаеву сегодня может обидать всё, что хочешь, точнее говоря, под Кабаеву. Такой исторический период в России. Какое отношение это имеет к соревнованиям высшего спортивного уровня, и не в этом. Потому что никто их не отменяет. Чемпионат мира олимпийский, всё привет. Но вот в завершение хотел спросить, планируете смотреть эту олимпиаду? Если да, то насколько внимательна? А чёрт его знает, я вот не знаю. Настроения у меня, конечно, никого нету смотреть олимпиаду, да и вообще интерес к олимпийским играм падает, но думаю, что всё-таки сейчас что-то вам не просыпается. Знаете, мне интересно посмотреть будет, что никто победит в стрельбе из люка или в прыгании через полковник. Я много этого видел, всякого, и много узнаю из этой когорты там великих. Мне интересно, какие ещё будут влияния, как катастрофа, с которой вы начали, говоря о вакуе турбулентности, и в целом, как политика мировая будет отражаться на мировом спорте сейчас, на олимпиаде. Это уже начало проявляться сейчас. Смотрите, что произошло, как война в Украине, отразилось уже сейчас на олимпийских соревнованиях в совершенно неожиданном способе. Канадских тренеров взяли за задницу за то, что они использовали картинку с дрона, наблюдавшего за тренировкой команды соперниц. Причём такая самая сильная соперница там, по-моему, на Узеландске. Значит, был засечён дрон, который снимал тренировку, а это существенно понять, в каком составе, как они, какие комбинации на игры, чтобы прикинуть, какие будут играть игроки в команде соперника. Любая разведывательная трансформация, любая тренировка любой футбольной команды уже натальная, особенно на высшем уровне. Канадки, они чемпионки. И вот, значит, они самые сильные, у них сильные соперницы. Дрон полетел и снимал тренировку команды соперниц. Канаде засчитали поражение, более того, шесть очков, то есть фактически её фактически выкинули. Значит, отстранили тренера от футбола. Официально, кажется, на год это ещё мягкая дьявка. Но это всё конкретное свидетельство того, как война в Украине повлияла на мировой спорт. Потому что за эти два года человечество увидело возможности дронов и всего остального в первую очередь через призму украинской войны. Они на всё сейчас влияют абсолютно. Это совершенно даже вот и российские генералы там периодически где-то говорят, и вот генерал Залужный сейчас, говоря в Лондоне там выступление на счёт того, как дроны перевернули. Вот каким образом война дронов повлияла на войну в спорте. Это ещё раз одно доказательство, что спорт — это продолжение войны мирными средствами. И с другой стороны, это то, что вы назвали турбулентностью катастрофу в Украине, как она влияет на мировой спорт. Ага, дроны ведут разведку, дроны сбрасывают снаряды, давайте-ка мы поснимаем. Мы не будем шпионов посылать через дырочку в заборе фотографировать тренировку, давайте-ка мы дрончик запустим. И я жду, что будут ещё какие-то вот такие неожиданные политические, историко-политические неожиданные проявления на Олимпийских играх. Если ты дашь ещё минуту, я ещё одну хочу вещь сказать про политику, про историю. Можно? Да, конечно. Нет, если время вышло, то среди номеров, которые были открытия, на это может быть немало кто обратил внимание. Там же оно шло много часов, и там, в частности, в этом церемонии открытия, подготовки к подготовке главных событиям возле собора Нотр-Дам, а это историческая точка Франции, основная, от неё там считаются все километражи и так далее, на площади, на сцене, окружение дикой толпы, пели песню на французском языке французского автора. Эта песня называется «Je suis malade, я болен или я больна, и так и так». Написал её француз Серж Ламан, он живет на небо в 80-х годах, и пели два артиста. Они оба представляли бывшие французские колодии. С одной стороны, это канадка Лара Фабиан, которую знают в России хорошо, с другой стороны, это алжирец Слиман, такой мулат, очень красивый парень. Ну нет, он не мулат, он арах, наверное. Короче говоря, на языке бывшей метрополии поют два человека, родившихся в бывших французских колониях. И всё это происходит в центре Франции исторически. Вот это очень глубокий политический смысл современности, что мир меняется, и колониальная эпоха ушла в прошлое, и как это всё может обняться и так далее, а двигаться в будущее. И когда ты это смотришь, потом ты смотришь, что пишет российская пресса, накачка вот этой империалистической идеи, возвращение в худшем виде к русскому империализму, к особому пути вот этой всей шняги. Ты понимаешь, как совсем в другую сторону пытаются страну запустить и мозги людей в стране повернуть назад. И это очень печально. Ну что ж... То, что в России нет на Олимпийских играх. Будем следить за развитием событий. Мы благодарим вас за то, что нашли время и вышли в наш эфир. Кирилл Набытов был с нами сегодня на прямой связи. Обязательно подписывайтесь на канал Кирилла Набытова в Ютубе Набытовы. Найти просто, а подписаться тоже просто. Будем вместе противостоять замедлению и возможной блокировке Ютуба в Российской Федерации. Спасибо вам и до встречи. Спасибо. Спасибо, Ваня Мишель. Мы продолжаем наш эфир.